Эйо, всем привет, это Корнелия Бой и сегодня мы поговорим о 7 лайфхаках для успешной адаптации в США. Это 7 лайфхаков, которые я прожил за 2 года в Америке и я готов поделиться с вами этой секретной информацией, о которой, между прочим, ни один из блогеров не говорит. Прямо сейчас я нахожусь в центре города Линкольн, штат Небраска. Я в командировке и это отличный момент, чтобы поделиться с вами этой информацией. Это видео будет полезно для тех, кто уже переехал в США или только собирается в Америку. Погнали! Ну и первое, что я хочу посоветовать, это посещать церковь в США. Я еще в России ходил в церковь и по приезду сюда я знал, что я пойду в церковь, потому что церковь это место, где встречаются все люди. Даже американцы испокон веков, все дружат между церквями и встречаются в церквях, общаются там, находят себе друзей там. То есть для них это место встречи близких людей. Так случилось и у меня. Я пошел в церковь, грубо говоря, в первый же день, как переехал в США. И это очень сильно мне помогло во многих сферах сейчас. Во-первых, я нашел там крутых друзей, во-вторых, я нашел там много работы. В-третьих, мне просто помогали во многих вещах, советами. И что самое главное, я не был один. А когда ты переезжаешь в Америку, это большая проблема. Церквей в США очень много, и вы можете найти на свой вкус и цвет. Вы можете пойти в славянские церкви, а тут есть очень много русскоязычных, украиноязычных, казахских. Вот что-что, но в Америке есть церквя для всех. Поэтому находи церковь, иди туда. Там ты, скорее всего, найдешь очень много поддержки для первых шагов США. Второй совет как раз-таки очень сильно меня коснулся, когда я общался с людьми только из церкви, только с русскоговорящими людьми. Это общайтесь и дружите с американцами. Это очень важно, потому что, когда вы переезжаете в США и идете в славянскую церковь, вы находитесь в себе там очень много русскоязычных друзей, русскоязычных клиентов, да, как было у меня. И со временем, живя здесь месяц за месяцем, ты понимаешь, что ты говоришь только на русском языке. И американского вот этого англоязычного общения в твоей жизни вообще нету. И в один момент ты понимаешь, что ты как будто не живешь в США. Это ощущение жизни здесь в Америке пропадает мгновенно. И ты просто попадаешь в такую рутину, в которой ты, в принципе, был и в своей стране. Возможности. Когда ты общаешься с американцами, как ни странно, в основном, чаще всего это приносит тебе больше возможностей в рабочем плане. Потому что кто такие американцы, да, это люди, которые тут уже давно живут, у которых много связей, у которых много, так скажем, ключей от дверей, с которыми ты можешь получить больше выгоды, если мы говорим про рабочую такую историю, да, про финансовую часть. И многие славяне это подтвердят. Если вы согласны со мной, напишите в комментариях. Американские друзья помогут вам лучше понимать местную культуру и язык. Идем дальше. Заботьтесь о своем здоровье. Это страшная правда, о которой хочется говорить, потому что многие люди на это забивают и не занимаются своим здоровьем после переезда в США. 0% осуждения и 100% понимания. Когда я переехал в США, было вообще не до здоровья. Переезжая в Америку, у тебя куча-куча проблем, куча работы, куча вопросов, которые ты должен решить. И кажется, как будто здоровье подождет. Но через какое-то время ты сталкиваешься с тем, что бац, мама Джан, у тебя там заболел зуб. Все, 20 тысяч долларов ты за зуб должен отдать. О чем я рассказываю в предыдущих видео. Посмотрите. Ссылочки будут в описании. Потом бац, тебе нужно там сделать какую-то проверку у врача. Это тоже будет стоить несколько тысяч долларов. И то есть все, что ты зарабатывал до этого момента, ты отдашь чисто за свое здоровье. Экономия на здоровье в начале, ты потом тратишь в 20 раз больше, когда приходит проблема. Очень важный лайфхак, который поможет многим людям. И особенно тем, кто еще не переехал в США, но планирует это сделать. Сформируйте мечту и цель. Это особенно будет важно тем, кто еще не переехал в США. Но если вы уже здесь, то позаботьтесь о вашей цели. Выстроите план до вашей мечты. Потому что когда вы переедете сюда, начнете работать, двигаться здесь, то вы поймете, что без цели через какое-то время вы устанете от жизни здесь. И вы скажете, что вообще я здесь забыл. Как говорится, American dream come true. Это очень важно. Идем дальше. Выбирайте правильного адвоката. Казалось бы, да, что здесь такого? Вот миллион адвокатов просто бери и выбирай. Я бы вам посоветовал выбирать адвоката очень-очень грамотно, очень-очень скурпулезно и аккуратно. Приехав сюда, ты хочешь как можно быстрее найти максимально финансово удобного для тебя адвоката. Спрашиваешь одного, второго друга, вам советуют одного и того же адвоката. И вы думаете, что окей, я буду с ним работать, меня в принципе все устраивает. Но ты не изучаешь, ты не понимаешь, кто этот адвокат, какая у него история была до этого работа. Ты примерно знаешь его бэкграунд, понимаешь, что твои друзья с ним работают. Но не предохраняешься при выборе адвоката, что очень важно. Следующий совет, который многим людям будет очень актуален и коснулся лично меня, когда я приехал в США, это правильное питание. Казалось бы, да, что здесь такого? Правильно питайся, вот столько тебе еды, там органическая пища, зелень, овощи, пятое, десятое. Но в реальности все это намного сложнее. Когда ты работаешь каждый день, когда ты ищешь возможности, пытаешься выжить, делаешь кучу дел одновременно, тебе не до питания. Ты стараешься питаться быстро, там по дороге раз, два, три, Макдональдс, фастфуд, Taco Bell. И со временем случается вот это все. Это проблема, потому что ваше состояние будет портиться просто мгновенно. Ты будешь больше уставать, а состояние это самое главное, над чем вам нужно работать здесь в США. Потому что ваше состояние делает ваше настоящее и ваше будущее. Ищите работу там, где вы можете быть полезны. Многие люди сталкиваются в Америке с проблемой поиска работы и говорят, что 2024 год это год, когда в Америке для эмигрантов почти нет работы. Что абсолютная ложь, и я с этим не согласен. Все зависит от вас, от вашей ценности. Ты не сможешь найти работу только при одном условии. Если ты не знаешь, в чем ты будешь полезен людям. Если ты знаешь свою ценность, в чем ты можешь быть полезным для людей, то ты никогда в жизни не останешься без работы в Америке. Да, конечно, многие люди сталкиваются с проблемой, не могут найти работу, потому что нихера в этой жизни не умеют. Они приехали, думая, что деньги будут падать им с небес, будут расти на деревьях. Но, к сожалению, в Америке так это не работает. Тут нужно вырывать возможности, вот так за глотку, за яйца захватить, просто вот так, и сказать, ну иди сюда. Это мой лайфхак. Если вы ищете работу, и вам кажется, что вообще работы не осталось в Америке, где работа? Я вам советую, во-первых, определиться, кто ты, и какую ценность ты можешь дать людям. В чем ты можешь быть максимально полезен. Раз, определились. Второе. Сделать первую попытку в поиске работы, это прозвонить всех, написать во все группы. Это второе. Третье и самое главное, что сработало у меня и работает, в принципе, в Америке у всех, и что 100% поможет вам. Это я называю агрессивный маркетинг, потому что я занимаюсь маркетингом и помогаю людям в Америке и бизнесам здесь найти клиентов через социальные сети. У меня своя компания, по ссылочке в описании можете посмотреть мои работы. Но агрессивный маркетинг, это немножко другое. Это когда ты понимаешь свою ценность и понимаешь свою пользу для людей и что делаешь. Просто идешь к тем людям или туда, где потенциально ты можешь быть полезен. И проявляйте энергию. Не будьте, ну дайте мне работу, ну не даете мне работу, ну ничего страшного. Вас ни хера никто не примет. Вот поймите вы, что энергия решает, что решает именно ваша ценность. Не то, что работы нету. Я со стороны работодателя, человека, который ищет себя сотрудников в компании, понимаю, что нету не работы, а нету людей, хотящих работать. Все хотят ни хера не делать и получать деньги. Поэтому если вы ищете работу и используете мою фишку агрессивного маркетинга, то идете к потенциальным вашим клиентам, к потенциальным вашим работодателям, бизнесам, людям, которым вы можете быть полезны и предлагаете себя полностью. Вот поверьте мне, это самый крутой совет, который я когда-то услышал от человека, который мне помог в Америке. Он говорит, Карен, если ты реально захочешь помочь людям, ты без сомнений найдешь в Америке много работы. Так и случилось. Когда я поменял свое мышление и реально вот захотел помочь людям, не просто заработать на людях, а вот помочь им, тогда просто у меня работы стало дофига. Это были 7 лайфхаков, которые помогут вам успешно адаптироваться в США. 7 секретных лайфхаков моих переживаний. Поделитесь этим видео с людьми, которым будет также важно это услышать и прокомментируйте, что вы думаете об этом. Если кому-то помогли эти лайфхаки, я буду очень рад. Подписывайтесь на мой канал. Скоро выйдет новое видео, которое раскроет тоже многие тайны. И я вам буду давать очень классную информацию. Делитесь этим видео с людьми. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я выставляю видео 2 раза в неделю. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.